Дорогие друзья, братья и сестры, я вас всех приветствую. Вы знаете, в средние века, их называют иногда темными веками, стены церквей или стены соборов часто оформлялись картинами. А вот очень популярным форматом, которым украшали именно алтарь в церкви, был триптих. Ну, триптих – это произведение искусства, которое состоит из трех картин, объединенных одной темой. То есть, это была такая живопись, которую не только рассматривали, но и, возможно, было ее даже вот прочитать. Вот одно из очень известных произведений «Воздвижение креста Господня» Рубенса. Ну, если вообще говорить о произведениях, написанных в формате триптиха, есть еще одно очень известное – «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха. Ну, почему я вот говорю о триптихе? Интересно, что вот библейское учение, а именно библейское учение о человеке, похожим образом возможно прочитать, возможно рассмотреть, как своего рода повествование, которое разворачивается в трех действиях. А первое действие – это сотворение человека Богом. Второе действие – это грехопадение человека. И третье действие – восстановление человека в образ Божий. Вот таким образом, если вы держите в руках Библию и вот посмотреть на нее одним взглядом, Священное Писание дает нам трехчастную картину человека. Человек, каким его сотворил Бог, человек, каким его испортил грех, и человек, каким его восстанавливает Христос. Ну, вот моя задача вместе с вами попытаться понять, немножко рассмотреть библейскую картину человека, каким его сотворил Бог. Вот позвольте мне подвести вас к библейскому повествованию следующим примером. Ну, вот напомню, мы с вами обратимся, вспомним классику мировой литературы, одну, может быть, из самых лучших трагедий Шекспира, Гамлета. Второе действие, где Гамлет, вот у него происходит разговор с бывшими университетскими друзьями, друзья, которые безуспешно пытаются выведать тайну принца Гамлета. У них происходит разговор, где Гамлет, ну, в конце концов, узнает, они признаются, что выведать тайну принца их послал король и королева Клавдия Гертруда. А вот к этому времени сам Гамлет, он уже не в силах справляться с лицемерием королевского двора, и вот Шекспир вкладывает в уста своего главного героя слова, слова, которые, может быть, конечно, с меньшим красноречием, но вот мы чувствовали многие-многие из нас. И так Гамлет. Недавно, не зная почему, я потерял всю свою веселость и привычку к занятиям. Мне так не по себе, что этот цветник мироздания, земля, кажется мне бесплодную скалою, а этот необъятный шатер воздуха с неприступно вознесшейся твердью, этот, видите ли, царственный свод, выложенный золотой искрой, на мой взгляд, просто-напросто скопление вонючих и вредных паров. И затем, вот как бы делая паузу, Гамлет продолжает. Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает! С каким безграничными способностями! Как точен и поразителен по складу и движениям! Поступками, как близок к ангелам! Почти равен Богу разумением! Краса Вселенной! Венец всего живущего! Конечно, есть вот такие авторы, которые хорошо знают природу человека и Шекспира. Он очень хорошо знал и сердце человека, но Шекспир очень хорошо знал и священное писание, Библию. Может быть, именно поэтому вот и сегодня люди со всего мира продолжают обращаться к его пьесам. И вот здесь, в этом очень чудесном произведении, драматической поэзии, он выражает то, что мы с вами можем испытывать время от времени, а именно то, что вот в нашей жизни вот что-то не так. В нашей жизни вот что-то не так. Между прочим, об этом говорит Библия. Человек был создан для того, чтобы стать кем-то великим. И вот все же каждый из нас приходит к осознанию того, что мы стали чем-то трагическим. То есть были созданы для того, чтобы стать кем-то великим, а стали чем-то очень-очень трагическим. Даже если мы смотрим на самых лучших из людей, и самые лучшие из людей, они все-таки говорят о том, что они далеко не являются тем, кем суждено человеку быть. И мы с вами сами не достигаем целей, которые ставим перед собой, и тем более не достигаем тех целей, которые, как мы читаем в Библии, ставит перед человеком Бог. И вот интересно, что вот в центре Священного Писания, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, содержится этот странный парадокс. Парадокс, который так часто всплывает и в нашей с вами жизни. Человек сотворен быть великим. Но в присутствие Бога мы с вами входим, как глубоко трагические фигуры, созданные для величия, но пережившие трагедию. Я думаю, мы постоянно обнаружим вот эти вот две вещи. С одной стороны, казалось бы, неограниченный потенциал человечества, а с другой стороны, мы с вами понимаем, что есть очень-очень простые вещи, которые не под силу не только отдельному человеку, но не под силу всему человечеству. То есть и сегодня человек остается, как бы то ни было, загадкой для самого себя. Итак, Священное Писание, книга Бытие. Прочитаю один стих из первой главы, два стиха из второй главы. Первая глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Вторая глава, 7-8 стихи. «Создал Господь Бог человека из праха земного, и вдумал в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». Итак, мы с вами обращаемся к первым двум главам Священного Писания, вот книги Библии. Читая, вот заметите вы, заметите, что вот эти две главы показывают человека, первая глава Бытия, вторая глава Бытия, они показывают человека с двух разных точек зрения. Вот на самом деле это не два разных рассказа о творении, что может показаться при чтении, это два раза о творении, которые по-разному фокусируются на Божьих целях для человека. Ну вот, к примеру, первая глава книги Бытия «Шаг за шагом» или вот читая мы с вами день за днем, мы с вами поднимаемся в Божьих целях сотворения, где на шестой день мы приходим к вершине творения. Бог создает человека по образу и по подобию своему. Итак, человек, о котором мы читаем в остальной Библии, после первой главы, был создан, чтобы следовать образцу существования Бога. Вы знаете, вот в повествовании это сразу становится очевидным. А Бог вот и в нашей жизни это остается очевидным. А Бог сотворил мир в течение шести дней. И вот помните этот известный библейский текст, о котором написано, что Бог делал после того, как сотворил Вселенную. Написано, что Он почил в день седьмой от всех дел своих. Вот смотрите, мы с вами предполагаем, что от времени сотворения человека прошло там несколько тысяч лет, да, друзья, вот посмотрите, за несколько тысяч лет не изменилось что? Не изменилась форма использования времени. То есть и сегодня вот то, как мы с вами пользуемся временем, оно напоминает нам с вами, постоянно напоминает нам с вами, что мы были созданы, как вершина Божьего творения. Чем-то мы с вами уже вот похожи на Бога, вот этим простым тем, как мы с вами пользуемся временем. А далее вот во второй главе книги «Бытие» человек изображается не как вершина творения, а как центр Божьего творения. То есть в первой главе мы поднимаемся вверх, пока не дойдем до человека, а во второй главе человек помещен в центр Божьей Вселенной. Человек уже окружен вещами, которые сотворил Бог. И вот в этих двух главах есть три обстоятельства, которые говорят нам о том, что значит быть человеком. Вот на три обстоятельства обращу наше с вами внимание. И вы знаете, вот, друзья, вот есть смысл в том, чтобы посмотреть на остальную Библию, вот после первой, второй, третьей главы книги «Бытие», как серию божественных сносок, как серию божественных ссылок к тому, что происходит и обещано в первых трех главах Священного Писания. Но вот если вы хотите очень хорошо понять Библию, вам нужно попытаться понять эти первые главы книги «Бытие». Если вы хотите понять себя или понять другого человека, вам все-таки нужно разобраться в том, что Бог хочет сказать нам в самом начале вот своего Священного Писания, своей Святой Книги. Бог хочет сказать нам то, как Он сотворил нас, для чего Он сотворил нас и какими Он сотворил нас. Итак, первое. Бог создал, сотворил человека из праха земного. То есть именно эти слова используют Священное Писание. Вторая глава, шестой, седьмой стих книги «Бытие». Пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в лицо его дыхание жизнь и стал человек душою живой. Ну, представьте себе картину. Пар поднимается из земли, орошает всю поверхность земли. И вот в этом контексте Господь Бог образовывает человека из праха земного. Ну, в русском языке прах земной – это пыль, которая была на земле, верхний слой земли. То есть в библейском представлении, друзья, вот отмечу это, да, человек имеет много общего с остальным творением. Вот попробуйте это понять. В библейском представлении человек имеет много общего с остальным творением. Иногда очень трудно, вот особенно для христиан, которые находятся в среде светского гуманизма, понять, что вот этому Библия учила давным-давно. Понимаете, друзья? То есть давным-давно Священное Писание учила и говорила о том, что человек имеет много общего с остальным творением. То есть вы, как и я, человеческие существа, имеют много общего с остальным творением. И это касается не только материала, из которого Бог создал человека. Посмотрите вот эти вот слова. Человек стал душою живою. А вот это использование слова «душа» не должно увести нас с вами в сторону от верного понимания. То есть душою живою в смысле человек стал живым существом. То есть таким образом в действительности акцент здесь делается не на душу человека, а на то, что по конкретному и определенному действию Бог сотворил человека, чтобы быть живым существом. Сотворил человека быть живым существом сознательной жизнью. И в этом человек не отличается от остального творения. То есть это же самая фраза «быть душою живою» встречается в первой главе, она повторяется несколько раз. Первая глава, 20-21 стихи. «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся, смотрите, душу живую». 21 стих. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных». 24 стих. «Да произведет земля душу живую». И 30 стих. «О всем зверям земным, всем птицам небесным и всякому пресмыкающимся по земле, в котором душа живая». То есть Бог постоянно повторяет это выражение. Душа живая, душа живая, душа живая. Человек, как и остальное творение, определяется одним и тем же выражением. Душа живая или живое существо. Ну или точно такое, как и остальное творение. Творение, знаете, в каком смысле? В том смысле творение, которое зависит полностью от Бога. А потому что Бог создал нас точно так, как Он создал и остальное творение. Ну, человек это не камень, не дерево, но человек это живое существо. Итак, одно из обстоятельств учит нас с вами тому, что у нас есть общее с остальным творением. Человек в этом смысле не выше творения, мы не творцы творения, мы просто-напросто пыль земли, которую Бог в своей бесконечной мудрости, удивительной доброте и любви сформировал и превратил в человека. Однако мы с вами заметим, вот читая опять Священное Писание, что человек, имеющий вот столько много общего с остальным творением, описан как абсолютно уникальный и не имеющий аналогов в этом творении. Да, у человека много общего с остальным творением. И поэтому вот в учении Священного Писания, знаете, есть эта удивительная полнота. Да, Библия говорит о том, что мы с вами принадлежим к тому же основному материалу, что и все остальное творение. Но Библия здесь уже добавляет, что у Бога есть цель для человека, славная, славная цель для человека и для человечества. Это замечательно изображено в первой и второй главе книги Бытия. Первая глава, все нарастает в повествовании, все повествование день за днем нарастает к великому крещенду. Если вы на досуге прочитаете всю главу, вы заметите, насколько выделяется сотворение человека. Просто если прочитать, то, что Бог говорит о человеке, оно сразу выскакивает, оно сразу выделяется от всего остального. Мы с вами прочитали этот стих, 26 стих первой главы, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Ну, давайте я спрошу, а потом отвечу на этот вопрос, а чем отличается сотворение человека от остального творения? Смотрите, друзья, сотворение всего остального было результатом того, что Бог тоже говорил, но Бог говорил во вселенной. И сказал Бог, да будет свет и стал свет. Обратите внимание, что сотворение человека отличается тем, что этому действию предшествует божественное совещание или божественное обсуждение. Так написан библейский текст, вот так составлено повествование, что у читателя появляется возможность заглянуть, подсмотреть небесный двор, тронный зал Бога, где происходит, ну, своего рода обсуждение. То есть сотворение человека является результатом божественного обсуждения. Мы слышим голос Бога в этом тронном зале неба. Этот голос Бога звучит уверенно, да, звучит так, чтобы услышали ангелы. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Но это своего рода объявление, которое обращает внимание всего небесного воинства на то, каким будет человек. Ну, а теперь вспомните остальную часть Библии, вот именно те отрезки ветхозаветной поэзии, ну, к примеру, книга Иова или книга о притч, где мы получаем небольшие сведения о том, что происходило во время творения. Ну, к примеру, что утренние звезды пели. Помните, в книге Иова написано, «Или ангелы Божьи радовались тому, а что делал Бог». Если мы с вами читаем книгу притч, там тоже интересно, 8 глава, где мудрость говорит от себя, и мудрость называет себя, что она была художницей, художницей, которая была у Бога в те моменты творения. Может быть, дорогие друзья, это и есть ссылки на то, о чем мы читаем в книге «Бытие». То есть, вот читая о сотворении человека, все-таки нам нужно с вами уловить ощущение неба, которое затаило дыхание. А вы знаете, Бог как будто вот сейчас, после всего, что Он произнес, как будто бы Он начинает говорить на другом языке. На другом языке вот небо затаило дыхание, и они слышат голос Бога «Сотворим человека». Вы заметите, что сотворение человека не только следует божественному совету, но и подразумевает немножко другую модель. Опять же, вот на досуге, читая Священное Писание, первую главу книги «Бытие». Обратите внимание, вот в первой главе есть, если я насчитал правильно, 10 различных случаев, когда мы читаем, что живые существа были созданы по их собственному роду или по их различным видам. То есть, снова и снова Бог повторяет, все, что появляется на свет, появляется в соответствии со своим видом. Допустим, если это была зелень и трава, то они приносили оплот по своему роду. Или вода произвела рыб породу их и птицу пернатую породу ее. Земля произвела зверей породу их. То есть, вот когда мы смотрим на животный мир, растительный мир, существует соответствие определенному виду, как растений, так и животных. То есть, скорее всего, это показывает, что есть определенные природные элементы, от которых зависит жизнь одного или другого вида растений и животных. И вот теперь небеса ждут, ждут, что скажет Бог о сотворении человека. И Бог сотворит, Бог, простите, говорит, сотворим человека не по роду его, а сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. То есть, основной образец создания и существования человека – это сам Бог. И это захватывает дух у тех, кто подслушивает божественный разговор, божественный совет. Вот так, как Бог говорит, мы собираемся создать на земле человека, который будет иметь особую связь с самим Богом, потому что он будет создан по его образу и по его подобию. Итак, сотворение человека не только является результатом божественного обсуждения, отличается модель сотворения. Человек не создан по роду своему, но человек сотворен по образу Бога. Есть еще одно интересное действие, я думаю, оно как-то будет интересно для вас посмотреть. В сотворении человека – это опять вторая голова, седьмой стих. Посмотрите, вот эти вот слова Священного Писания – «вдунул в лицо его дыхание жизнь». Ну, а теперь попробуйте представить. То есть, Бог создал человека посредством особенного акта творения. Попробуйте представить, что это значит – «вдунуть в чье-то лицо». Хорошо? Чтобы «вдунуть в лицо», необходимо быть очень близко к лицу, не так ли? «Вдунуть лицо в прах земли» – очень-очень теплое и личное действие. То есть, это был прах земной, это все еще прах земной, дорогие друзья, который Господь, Бог, одарил божественным дыханием. Прах земной, который Бог одарил божественным дыханием. То есть, мы подразумеваем божественное прикосновение к праху. И далее вы замечаете, вот так вот читая повествование, происходит вообще очень интересное, да, что этому человеку даны совершенно различные повеления. Человек, которого Бог сотворил с праха земного, по образу, по подобию своему человеку, лицо, которого Бог вдохнул от дыхания жизни, теперь получает самые различные повеления. Он должен управлять творением, он должен ухаживать за садом, а вот эти вот слова, они вообще как-то настораживают нас с вами. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смерти умрешь». О чем нам это с вами говорит? Это говорит о том, что в отличие от всех других живых существ, в отличие от всего остального творения, человек создан для каких-то особых отношений с Богом. Человек создан для особых отношений с Богом. Вот подумайте об этом, друзья. Отношения, в которых человек должен осуществлять свою собственную волю. Отношения, в которых должен осуществлять свои собственные желания, свои собственные эмоции и свой собственный интеллект. То есть человек сознательно должен поставить все перед престолом всемогущего Бога и сказать Всевышнему, ты создал меня для себя. Ты знаешь меня вдоль и поперек, что ты скажешь, я сделал. Это человек в Эдеме. То есть отличительной особенностью в сотворении человека является то, что он создан для сознательного общения с истинным и живым Богом. Это очень интересные отношения, в которых Бог призывает человека служить Ему, любить Его и выражать любовь к Богу в послушании Ему. То есть отношения, в которых человек признает, что он одновременно является венцом всего творения и ему надлежит властвовать. В то же самое время понимает человек, что он всего-навсего прах земной, который Бог удивительным образом одарил, одарил этой привилегией живого и чудесного общения, сознательных отношений с самим Богом, по подобию которого мы с вами были созданы. И вот, знаете, интересно подумать о том, какие это имеет последствия. То, что Бог сотворил человека из праха земного, вдохнул в лицо его дыхание жизни, какие последствия имеет то, что мы сотворены по образу и по подобию Божьего. Вы знаете, друзья, с одной стороны, очень интересно понимать, что все-таки по сравнению с остальным творением у нас есть очень много-много общего. И поэтому, как христиане, мы с вами в принципе не должны удивляться, в принципе, мы не должны тревожиться, когда вдруг ученые говорят, посмотрите на сходство между человеком, к примеру, и обезьян. Мы не должны тревожиться по этому поводу вообще. Почему, друзья? Потому что, если вы христианин, который знаете Библию, если вы христианин, который понимаете Библию, вы знали задолго до всех ученых из священного Писания, из Библии, что Бог создал нас обоих, и человек, и обезьян, я говорю, как пример, из одного и того же основного материала. Больше того, если мы с вами читаем священное Писание, если мы читаем и понимаем Библию, сходство человека с остальным творением, оно подчеркивает чудо, чудо удивительного разнообразия того, что Бог создал из одного основного материала. То есть мы с вами живем во время очень глубоких научных исследований, и вот не всегда нам кажется, что Библия как-то успевает за наукой. И один из этих больших-больших вопросов, вопрос происхождения человека, антропология, к примеру, теория эволюции, в себе содержит одно из оснований, очень твердое основание, это когда при сравнении человека с животными существует очень много похожего. Но больше того, сходство и подобие порой просто удивляет. Достаточно вспомнить, к примеру, особенности строения всех основных систем органов человека, там скиллет, нервная система, системы органов кровообращения, дыхания, пищеварения и так далее. То есть человеческое тело имеет тот же план строения, что и остальные позвоночные животные. А если вот сравнивать с млекопитающими, да, друзья, то мы увидим еще больше сходств. И, наконец, вот не только внутреннее строение, тип внутреннего строения, но вот и внешние сходства будут обнаружены при сравнении человека с человекообразными обезьянами из отряда приматов, там, ренгутанги, шимпанзе или гориллы. Вы знаете, вот это был XIX век, когда вот эти вот сходства начали подтверждаться светская наука. И вот в то время, в середине XIX века, это было похоже на революцию. Знаете, что произошло? Произошло, что в первую очередь люди обратились против Библии. Да, обратились против Библии, думая, что эти научные подтверждения просто уничтожают содержание священного писания о том, что человек – это венец творения. То есть люди как бы начали показывать на Библию пальцем и говорить, неужели вы не видите сходства в сотворении человека и животных, как бы подтверждая один развивающийся вид. Братья и сестры, я вот обращаю наше самое внимание на то, что Библия с самых первых страниц говорит нам о том, что есть сходство между человеком и животным миром. Ну, давайте вот для подтверждения сравним два библейских текста. То, что мы с вами прочитали от человека. А вторая глава, седьмой стих, книга Бытия. Господь Бог, создал Господь Бог человека из праха земного. А посмотрите, вторая глава, девятнадцатый стих. Господь Бог образовал из земли всех животных. То есть в сотворении человека, как в сотворении животного мира, Бог использовал один и тот же материал. Ну, теперь подумайте, друзья, в самой первой странице Библии Священное Писание говорит о том, что сходство между человеком и остальным творением есть. Оно очевидно из Священного Писания. Человек и остальной животный мир был создан из одного и того же материала похожим образом. А теперь, друзья, вот в этом контексте позвольте мне обратить ваше внимание на или подчеркнуть одну из привилегий верующего человека. Вот привилегия не только знать Священное Писание, да, вот замечать, как был сотворен этот мир, друзья, а вот еще вот привилегия осознавать следующее. То есть, с одной стороны, вот как верующие люди, вот читая Священное Писание, братья и сестры, изучая учения человека, у нас должно присутствовать, должно развиться удивительное чувство смирения. Почему? Потому что я создан из праха земного, друзья, и это ничто. Я всего лишь прах земной. Но с другой стороны, друзья, вот это тоже очень важно увидеть. Бог дал удивительное, удивительное достоинство быть созданными, как Его образ и как Его подобие, быть созданными для общения с Ним, слышать, что Он говорит и отвечать Ему послушанием. Вы знаете, вот это вот достоинство, необыкновенное достоинство становится еще более очевидным, когда мы переходим к еще одному акценту первых глав книги «Бытие». Акцент, который заключается в том, что человек, созданный из праха земного, был также создан по образу Божьему. Мы замечаем это, конечно, вот в первая глава 26-27 стихи. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, и сотворил его мужчину, и женщину сотворил их». Ну, как я предполагаю, друзья, и сказал об этом, небеса затаили дыхание, да, вот что значит образ Бога. То есть вот когда слышат небеса эти слова. Вот теперь вот дальше в этих первых двух главах самыми различными способами Бог собирается сделать человека своим образом и своим подобием. Есть очень много рассуждений по поводу того, что значит образ Бога в человеке. Я отмечу только одно из этих рассуждений, которое, мне кажется, больше всего подходит к книге «Бытие», образ Бога. Между прочим, вот в Священном Писании вот слово «образ», да, оно имеет исключительное значение. То есть если читать Библию, что такое образ, имидж? Это физический облик, это физическое изображение или статуя. То есть что такое имидж в Священном Писании, что такое образ в Священном Писании? Это физический облик, физическое изображение или статуя. А знаете, друзья, вот причина, почему Бог так строго запрещает делать изображение Бога, заключается в том, что на этой земле во вселенной Бог поместил только один образ. Это человек. Это человек. А понять значение этого выражения поможет простая иллюстрация. Ну, памятник или статуя. Давайте опять вспомним Ветхий Завет. Вот есть история из жизни царя Саула, когда он завоевал Амалекитян. Вот написано, что он поставил себе памятники. С одной стороны, может показаться, ну, посмотрите, что за интересное действие царя. Вот завоевал землю и поставил памятник, памятник себе. А между прочим, это то, что обычно делали цари в то время. Что это значило? Памятник, который ставили на завоеванной земле, это образ царя, который завоевал землю. То есть физическое олицетворение того, кто теперь господин и кому теперь принадлежит послушание. То есть напоминание людям, которые жили в завоеванной стране, что они не принадлежат себе. Что есть правитель, есть властитель. Друзья, именно об этом мы читаем то, кем должен был стать человек. Да, владычествуют они над рыбами морскими. То есть человек был создан для владычества. Ну, давайте себе представим, что Бог сотворил и управляет вселенной. И вот на планете Земля Он поместил образ, который должен служить символом или рабочей моделью управления Бога во вселенной. Итак, образ Бога – это представитель Бога на земле, которому подчинено творение и задачей которого было осуществлять владычество. Вот этот вот образ, он выражал присутствие отсутствующего повелителя в сфере его собственного творения. Вот действительно, знаете, когда вы читаете Священное Писание, становится достаточно ясно, что Бог создал человека для определенных функций. Ну, вот, если говорить уже нашим с вами языком, Бог создал, во-первых, чтобы человек был пророком посреди всего основного творения. В каком смысле пророком? Ну, пророки – это те, кто находится в присутствии Бога и слышит, что Бог хочет сказать. Да, вот обычно пророком называем таких людей. А затем пророки передают это слово другим. Вот, между прочим, это именно была роль Адама. Он был тем, кто имел Слово Божье, кто имел повеление и должен был распространить Божье правление над всем творением, что он и делает, например, давая имена животным. Далее, человек, если опять говорить нашим языком, друзья, он должен был стать Божьим священником. Дело в том, что, ну, Эдемский сад можно себе представить как место, где Бог встречается с человеком в прохладе дня. Вот то, что мы с вами называем храм. То есть храм, где Бог и человек собираются вместе. Впоследствии Цкиния в израильском народе и храм Соломона, построенный храм Соломона, были таким местом, где человек и Бог собираются вместе. То есть человек помещен в этот храм, я имею в виду Эдемский сад, Адама в Эдемском саду, чтобы исполнять роль священника. Да, помните, он должен был ухаживать за храмом. Он должен был возглавлять. И Адам должен был озвучить хвалу и поклонение всех, кто находился в храме. Это была роль Адама. Так что Адам, он был призван стать как бы во главе всего творения. Как глава всего творения, он один был способен выразить, разумно выразить Богу поклонение и хвалу. То есть это была роль Адама. Вы видите, какое достоинство дровано человеку, именно потому, что он создан как образ и как подобие Божьим. То есть он создан с этими необыкновенными привилегиями, которые не разделяют остальное творение. И вот я так предполагаю, знаете, друзья, в этом интересно подумать. Адам был призван быть садовником, да, друзья, в маленьком саду, но ведь его деятельность не ограничилась только Эдемским садом. Мы так предполагаем, трепетно предполагаем, что все-таки роль Адама заключалась в том, чтобы всю Вселенную потихоньку превратить в Эдемский сад. То есть вся Вселенная должна была стать храмом, который поклоняется Богу. Конечно, трагедия заключается в том, что человек превратил Вселенную в пустыню. Он не мог слушать голос Бога, не мог говорить Слово Бога. И он не смог возглавить все творение в поклонении и почитании Бога. То есть вместо того, чтобы править творением по-божески, он проложил эти пути безбожья. Ну поэтому совсем неудивительно, что человек, созданный таким образом, должен чувствовать ужасное напряжение между тем, что он есть, и славой того, что могло быть. Знаете, друзья, есть еще нечто большее, создан из праха земного, создан как образ Божий и теперь создан, чтобы являть подобие Божье. Конечно, вот эти вот две идеи, образы подобия Божьей, они как-то связаны друг с другом. Но когда в книге Бытие говорится, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему, это значит, что человек был создан не только для того, чтобы делать какие-то вещи для Бога, но и представлять Бога на земле. И в этой главе вы получаете чудесные маленькие указания на то, что таково желание Бога. Вы знаете, вот мы читаем вот это повествование, как будто бы Бог говорит Адаму, которого он создает. Я хочу, вот, Адам, чтобы ты начал понимать значение того, что значит быть подобным Богу. Вот повествование это очень интересно, можно заметить. А вы видите, что делает Бог? Он дает этому человеку возможность разделить с Творцом, Творческую деятельность, да, друзья? Вот давайте представим себе сотворение Вселенной как картину. Картину творения, да, вот Бог написал эту картину, да, друзья? Но Он оставляет эту картину слегка незаконченной. То есть, когда Бог сотворил Адама в Эдеме, да, вот, картина творения осталась слегка незаконченной. Она хороша, да, и Бог подчеркивает, хорошо, и даже очень-очень хороша, но она не в окончательном состоянии. Тогда Бог говорит человеку, Адам, теперь ты иди и начни участвовать в моей работе по созданию этого мира. То есть, Бог как бы говорит Адаму, я уже внес последние штрихи в наполнение этого мира. Мир был темным, я дал ему свет. Мир был пустым, я наполнил его воздухом, цветом, птицами, животными, морями, лесами. Я наполнил этот мир человеком, то есть, все очень хорошо. Но Бог говорит Адаму, ну, не совсем закончено. Бог оставляет кое-что для этого человека. Вы знаете, вот, чтобы дать человеку изысканное удовольствие, испытать и представить в миниатюре, что значит быть создателем целой вселенной, Бог создает животных, а имена животным дает Адам. Ну, еще раз представьте себе художника, мастера, который работает над прекрасной картиной, и когда она уже вот-вот почти закончена, он отдает эту картину своему ученику, который теперь должен закончить произведение мастера. Вот, что делает Бог. Привел к человеку животных, чтобы видеть, как он назовет их. А теперь и человек в какой-то мере становится творцом, друзья. Человек в какой-то мере становится творцом, когда из его уст звучат прежде несуществовавшие слова. Ну, там, медведь, олень, собака, жираф, слон, кошка, орел. Можно продолжать и продолжать. Итак, в малой мере мы можем себе представить человека в Эдемском саду. Я буду заканчивать последними стихами, последним стихом, простите, второй главы, который для нас с вами, ну, тоже заканчивается шокирующим заявлением. И были оба наги, говорится, оба даме и Еве, а дам и жена его, и не стыдились. Были оба наги и не стыдились. Оба были обнажены и при этом совершенно-совершенно не стеснялись ничего и никого. Друзья, для нас это невозможно, не так ли? А что означает этот стих? Друзья, вот почему мы с вами носим одежду? Почему люди даже в жарких странах носят одежду? Вы знаете, почему? Потому что в нас есть вот это врожденное чувство, чувство того, что постоянно нам что-то нужно скрывать. То есть это чувство, оно сопорожает нас с вами всю жизнь, что нам постоянно нужно что-то скрывать. А вот во второй главе книги «Бытие» человеку еще пока не нужно было прятаться от Бога, ему не нужно было прятаться друг от друга, потому что они жили в удивительной гармонии, не затронутого грехом состояния. То есть им нечего было скрывать. Ну, представьте, друзья, что получается, что мы-то друг от друга с вами прячемся каждую минуту нашей сознательной жизни. То есть у нас есть все способы, чтобы защитить себя от того, чтобы люди действительно знали нас такими, какие мы есть. У нас одежда, наши окна закрываются занавесками, у нас есть комнаты, в которых вообще нет окон. То есть слава, красота и свобода сада не являются реальностью того мира, который мы с вами знаем, потому что мы с вами вкусили от древа, и все наши чувства нарушены. Закончим вот следующим заявлением, друзья. Вы знаете, действительно, вот когда мы читаем Священное Писание, Библия никогда не пытается определить или понять человека, кроме как по отношению к Богу. То есть человек – это большая-большая загадка, загадка для самого себя, и сегодня это загадка. Но когда мы читаем Священное Писание, друзья, Библия никогда не пытается определить или понять человека, кроме как по отношению к Богу. Если не брать во внимание Бога, если не учитывать Бога, человек навсегда останется загадкой. Есть единственный способ, которым Библия изображает человека. Библия изображает его по отношению к Богу. Либо он примирен с Богом, либо он отчужден от Него. И понять человека, в принципе, мы можем только в двух этих категориях. Либо человек примирился с Богом, либо человек отчужден от Бога. Да благословит нас Бог. Аминь.